Добрый день, с вами снова. Смотрите сами и подробный анализ событий прошлой недели. Нравится? Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и комментируйте. Я все читаю, некоторые комментарии даже отвечу вам в отдельном видео. Кроме того, чем больше ваша вовлеченность, тем больше людей увидят этот выпуск и узнают правду о том, что же происходит в мире. Поехали! В секторе газа израильские военные ударили по машине скорой помощи. Цахал уверяет, что внутри транспортного средства с красными крестами были боевики Хамас. Подконтрольная Хамас Министерство здравоохранения газа утверждает, что машина двигалась в составе гуманитарного конвоя из больницы Аль-Шефа в сторону КПП Рафах на границе с Египтом. По их версии погибли 15 человек и еще 60 получили ранения. Вот так это выглядело на месте происшествия, передает Вашингтон пост. Это уже не первый раз, когда Израиль пытаются втянуть в историю с военными преступлениями. Такой тактики не удивляются украинцы, которые помнят историю Первого канала России о распятом мальчике в трусиках, которую раскручивали в 2014. Позже таких историй было много. Однако вернемся на Ближний Восток. Журналисты CNN и BBC проверили несколько видео с места удара и попытались установить точное место съемки. На кадрах видны как минимум одна поврежденная машина скорой помощи и несколько раненых, лежащих около больницы Аль-Шефа. Конечно, эта картинка очень понравилась ООН, Amnesty International и Human Rights Watch, которые до этого призывали к полному прекращению огня, обвиняли в Израиль в применении чрезмерной агрессии и даже намекали на его причастность к совершению военных преступлений. Глава Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Аденом Гебриесус написал, что потрясен сообщение о атаках на машине скорой помощи с пациентами у больницы в Газе, которые привели к гибели, ранениям и разрушениям. Вот его цитата из твиттера. Мы еще раз повторяем, пациенты, медицинские работники, учреждения и машины скорой помощи должны быть всегда защищены. Всегда. Генсек ООН Антонио Гутерреш выпустил целое заявление по этому поводу. Теперь вот уже почти месяц гражданские лица в Газе, включая детей и женщин, подвергаются блокаде, им отказывают в помощи, их убивают и выгоняют из своих домов бомбардировками. Это должно прекратиться. Это тактика, которую я неоднократно лично наблюдал на Донбассе, когда боевики незаконной группировки перевозят оружие или солдат в машинах с красными крестами. И что делать в таком случае? Это законная цель или нет? Сахал утверждает, что именно так и было в этот раз. Что медтранспорт использовали не в гуманитарных целях, а чтобы перевозить оружие и военных. Израилю, очевидно, нужно провести определенную работу над собой. Подобное давление от международных организаций с ходом войны будет только усиливаться. Даже если Хамас будет совершать новые ужасные преступления против человечества. В ООН Россия ведет полномасштабную войну против Израиля. Поспред страны в организации Василий Небензе постоянно обвиняет Израиль во всех смертных грехах. Тель-Авив, который до этого был вполне сдержан в диалоге с Москвой, теперь заметно меняет тон. На обвинение Небензе посол Израиля в ООН Гелат Эрдан заявил, что Москва использует войну на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание мира от того, что Россия делает в Украине. Риторика совсем уж не дипломатическая. Россия, мол, ты последняя страна, которая вообще может учить Израиль соблюдать международное право. Россию, между прочим, исключили из Совета ООН по правам человека. Небензю заметно не слог. Он даже заявил, что у Израиля нет права на самооборону, которая, между прочим, гарантирует Уставу ООН. В своем спичи он называет Израиль оккупирующей стороной и ссылается на консультативное заключение суда ООН от 2004 года. Но тут незадача. В документе, на который ссылается российский дипломат, шла речь про то, что возведение Израилем разделительного барьера на палестинской территории является нарушением международного права. Право на самооборону в заключении суда не упоминалось. Россия долгое время умело пользовалась политическим кризисом в Израиле, тем, что там огромное количество российских экспатов, поэтому и ей удавалось продвигать антиукраинский нарратив. И это было довольно легко. Израиль в какой-то мере напоминал Грузию, где у народа проукраинские взгляды, а у правительства – пророссийские бизнес-интересы. Но вот тут что-то пошло не так. Российские паблики и телеграм-каналы несказанно радовались тому, что, мол, Израиль отверг предложение Зеленского приехать с визитом в поддержку еврейского народа. Мол, Украина подала заявку, но вот Тель-Авив ее отклонил. Но уже к концу прошлой недели израильская пресса начала писать, что Израиль активно готовится к визиту Зеленского, и, возможно, украинский президент приедет уже на этой неделе. В Киеве это пока никак не комментируют, но ведь там никогда не рассказывают о планах Зеленского. Безопасность перемещения любит тишину. Так что посмотрим. Этот визит, вероятно, станет сигналом о том, что просвещенный мир, подвергающийся нападению, стоит против менее просвещенного мира, который нападает. И это будет означать нечто вроде единого фронта Израиля, Украины, Европы и США против оси Россия и Иран. И эта победа не только для Киева. Подтверждая визит Зеленского, Израиль признает, что этот визит повысит его легитимность в войне против Хамас. Так что в данном случае этот дипломатический шаг взаимовыгоден. Когда война на Ближнем Востоке только начиналась, экспертам было очень трудно спрогнозировать, в каком направлении это двинется дальше. Что будут делать Россия и Иран? И сможет ли Ливан открыть второй фронт? И справится ли с этим Израиль? Но об этом уже детально в следующем блоке смотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok